дорогие друзья всем привет эта программа двр вы снова с нами у нас нет дивана но у нас есть двр алина алина заходи в кадр привет тебе да вот эти присаживайся мне очень радостно что ты сегодня у нас в гостях чуть-чуть расскажи о себе потому что может быть гости тебя не знают хотя навряд ли но меня зовут алина мне 20 лет и я в семье верующих родителей я учусь сейчас на данный момент на дизайнером на графическую супер я знаю что ты рисуешь это твой талант это мне очень нравится расскажи чуть о своей семье кто у вас как сколько вас ну я самая старшая в семье у нас настроить детей у меня есть младший брат и младшая сестра вот и обычно вся ответственность походила на меня вот у меня есть мама папа папа у меня лидер прославления а мама координатор детского служения класс все служат в церкви да какие особенности как ты думаешь воспитание у тебя были в связи с тем что они служители типа вот какие-то особенные вечера и да у нас каждый вечер мы всегда садились семьей разбирали библию да сейчас мы все в разных городах вот только сестра живет с родителями вот я живу в питере учусь тут служу вот и мы каждый вечер собирались семьей читали библию разбирали ее молились вместе получали вместе откровения делились всегда вместе а твои брат и сестра они сейчас ну как бы ты знаешь про их взаимоотношения с богом сейчас они сестра помогает молодежном служении двигается в этом ей 16 лет исполнилось вот так же она помогает подросткам как-то подняться и она очень характерная но она в то же время очень любит бога и очень любит служить людям вот мой брат он на данный момент не в церкви и мои родители все равно молиться за него и постятся и верить что он вернется к богу как ты думаешь что-то был какой-то момент который воскосил или он в целом развивался чуть-чуть по-другому что ну скорее всего это из-за школы потому что в школе все знали что мы верующие единственная семья и я прошла это а он заступалился немножко и для него было трудно но как вообще относились вот у есть такой часто задаю вопрос в школе именно к тому что ты верующие там гнами или муж в школе да я была как белая ворона мне всегда говорили что ты какая-то не такая ты постоянно смеешься постоянно улыбаешься ты всегда уже больше хорошего дачи мы говорили хорошие да но был момент когда я в девятом классе вышла перед классом рассказала что я верующие что можете подойти ко мне я могу за вас помолиться и меня закидали буквальном смысле бумажками и для меня тогда это было такой как будто шаг назад но я верю что они покаяться я молилась за них и сейчас у меня спустя столько сколько два года я как закончила школу у меня покаялся одноклассник вот и нашел верующую девочку был ли у тебя момент отступления как называют либо момент когда ты потеряла эту связь с богом или как потери такой не было нет но был момент когда после 11 класса я поступила в питер я не знала куда мне дальше идти и вообще что я должна тут делать я знала что бог меня призывает сюда призывает служить здесь церкви и ну наверное я просто боялась какого-то дальше шага и я поехала на конференцию апгрейд у псков и не молилась что бог дал мне какой-то ответ что мне дальше делать и в итоге я получаю слова что я должна ехать в проект молодежный год иисуса в перь и я взяла академ на учебе отучилась год и взяла академ и уехала учиться в перь и как это было заполнила заявку и молилась но я не думал что мне возьмут потому что со всей россии берут просто берут 16 человек умирают я не думал что в этом селе буду я и в прошлом году позапрошлом году в марте мне написали что поздравляем вы первый участник проекты и я поступила в проект вот с надеждой что все будет классно все будет хорошо были трудности из-за здоровья потому что я не могла как обычный человек заниматься какими-то вещами потому что у меня были проблемы со здоровьем если может чуть не понял просто конкретно нет не секрет год с самого рождения мне сказали что у меня рожденный порог сердце я не могу заниматься там спортом или счетчик таким я всегда сидел на скамейке запасных и каждый год мой диагноз улучшался и год назад мне сказали что тебе нужно срочно операцию потому что твой сердце может не выдержать ты можешь умереть и меня целый год я ездила из проекта выезжала пять раз где-то и лежала в питер обследовалась и в последний раз когда я приехала мне сказали что я сейчас мы тебя не прооперировали думали ваш в любой момент и я просто доверилась богу и просто вовту к говорит ну типа почему ты не можешь мне довериться почему ты не можешь просто взять и поехать уехать из проекта я так хотела закончить и мне столько было видений и что я закончу проект что я дойду до конца и в итоге проходит неделя 2 мне дают квоту на операцию и я приезжаю в питер и в итоге мне говорят что ну давай мы тебя обследуем меня обследовали спустя неделю произошло какое-то чудо меня потерялись для меня это было как откровение потому что для меня у нас потеряли все справки все все то что мы неделю проходили врачей у нас все потерялось а за час до отправления в питер у меня появилась два кариеса которых не могло там появится в кариеса да ну просто в зубах и потому что чтобы делать операцию нужно пройти санацию полости рта и мне сказали тебя колес тебе не заделать операцию пойдем лечить мне вылечили и когда я приехала на операцию же ложусь мне сказали нам не нравится твои узи и главный кардиохирург больницы начала делать узи и сказала позовите других врачей они пришли и сказали что это чудо но у тебя ничего нет и одни съем на них снимках было все краску черное и красное синие а на другом было пусто и врачи не верили потому что этот диагноз он даже операция бы до конца не вылечился и у меня с рождения было 6 дефектов на клапанах и это 6 дырок они были по несколько миллиметров и их не осталось ни одного и даже не оставилось не осталось шрамов никаких которые могли предвещать еще что-то но то есть твоя жизнь это по факту свидетельство да бог и у меня это было на пасху здорово ты как-то двигаешься в дарах ты может быть ты знаешь какие есть мне очень много пророчествами что я через свои картины буду говорить людям о боге и уже на протяжении трех лет бог показывает мне какое-то видение и не пока я его не нарисую бог будет продолжать мне показывать его для был в проекте мне бог показал картину что человек просто какое-то стоит у маяка и вокруг все темные вокруг звезды и и вокруг все бушует штормит и там была скамейка белая небольшая и там сидел бог и он ждал этого человека и он очень долго ждал этого человека и я молилась спрашивала бога ну к чему эта картина и он сказал что каждый раз когда у тебя будут какие-то трудности или человек которым я показываю эту картину тоже это будет как какая-то маленькая надежда в темноте это очень сильно мне это нравится сейчас ты в университете правильно на работе кто-то знает что ты верующая да у меня ну вот где там где учусь в академии искусства не знают что я верующая и я не скрываю этого и не часто не задают вопросы как ты к этому пришла и не всегда я говорю свое свидетельство для меня это как смысл жизни как-то люди реагируют на него до некоторые просят помолиться за них некоторые плачут смеются говорят что это чудо такого никогда не видели расскажи пожалуйста про вообще твои взаимоотношения с богом как они у тебя выстраивались почему как бы ты решил что да но помимо исцеления до этого как у тебя было после этого как-то может быть новая волна была что это ну наверное самые первые я поняла что у меня есть отношение с богом это было 12 лет когда я впервые пришла на молодежку мне сказали ну ты будешь первым подростком который решился пойти на взрослую молодежку и не всегда хотелось общаться с взрослыми людьми потому что своего возраста я чувствовал что люди они тупят немножко и и я не могла своим окружением разговаривать потому что основном это были неверующие ребята школы или на учебе еще где-то и я стала ходить на молодежки в 14 лет меня просили стать взрослую молодежку 16 лет меня поставили помощником лидеры и я уже через какие-то свои таланты и то что мне бог давал в сердце общаться с людьми и рассказывать ему боги я просто приводила подростков которые были очень замкнуты в себе и мне всегда нравилось что бог мне не дал дал точнее смелость подходить к людям и спокойно знакомиться или говорить им о боге сейчас мне это очень помогает потому что так я ищу клиентов и так я могу подойти к человеку сказать вот у меня есть такое портфолио я могу сделать для тебя вот это там картину какую-то или еще что-то и когда в процессе я уже начинаю с ним если ты неверующий кто говорить о боге и меня это само вдохновляет потому что нас целый год этому в проекте учили и что нужно не бояться говорить даже о том что ты веришь то что ты любишь то что тебя окружает это тебе ты чувствуешь что те помогает раскрывается для клиента как это ну да с точки зрения бизнеса да я наверное может никогда не боялась можно сказать разговаривать с незнакомым человеком и говорить ему о о боге или о том что бог сделал в моей жизни в жизни моей семьи какие у тебя планы на будущее цели может быть задачи ты себе поставила в этом году или на пять лет наверное я хочу открыть свою студию рисования для детей из неблагополучных семей чтобы родители приводили их и я могла там например с детками рисовать сотворение мира или ковчег или ну какие-то библейские истории из детских библий вот это ты хотел бы открыть в рамках какой-то церкви или отдельно отдельно но с тем с тем посылом на что набрать команду ребят состоять церкви может других и открыть такую студию для неверующих людей это мне кажется это отличная идея потому что реально необходимым такие движухи особенно для но помогать людям какие еще у тебя вот желания есть которые у тебя вдохновляют которые так идти вперед но цели может быть мечта какая-то ну наверное мечта это стать классным каким-то дизайнером художником и дизайнером одежды нет дизайнером графически делать создавать какие-то логотипы классные делать для больших компаний что-то вот так мечта можешь дать тогда самый главный совет наверно в жизни если у тебя просто есть одна минута просто дай его сейчас человек тебя видит дай ему один совет что это был бы за совет и вот ты можешь на ту камеру прямо сказать человеку может на какую-то тему или нет просто вот самый главный для тебя совет просто человек знаешь типа переключает может быть канал и видеть тебя первый и последний раз и вот эта возможность зацепиться ну наверное могу дать такой совет что не нужно бояться ставить рамки перед собой не нужно бояться делать первые шаги к чему-то новому и брать свой талант брать то что есть в сердце и учиться отдавать другим людям и не бояться этого потому что и если ты верующий человек нужно не бояться говорить людям о том что бог их любит возможно это будет последний шанс но бог он способен удивлять и он способен творить чудеса это было круто спасибо тебе за такие откровения за крутую передачу я надеюсь я сама понравилась вы дорогие зрители если вам тоже понравилось пожалуйста напишите мне в личные сообщения или куда-нибудь вообще мы были рады провести для вас эту программу спасибо тебе еще раз давать без с вами был никит никитин с вами была алина с вами были все мы всем пока